Театр начинается с вешалки, а здравпункт с комнаты гигиены. Ведь больные обращаются сюда, как правило, прямо с производства. Несмотря на то, что ремонт – новогодний подарок, к работе планируют приступить уже завтра, не дожидаясь окончания праздников. 11 фельдшеров станут здесь не только оказывать доврачебную помощь, но и вести профилактическую работу. Два медика ежедневно будут оставаться дежурить и в ночные смены на случай ЧП. Такой подарок, тем более под Новый год, конечно, всем радостно. Вы видите, что здравпункт преобразился, стал гораздо более функциональным, более комфортным, удобным для сотрудников. И я считаю, конечно, что на каждом предприятии собственники, руководство должны ставить себе задачу именно такого уровня медицинского обслуживания сотрудников. Человек находится здесь, на рабочем месте, есть перерыв, можно прийти перед работой, можно после работы, получить минимальные процедуры, получить какие-то консультации. Идет время, меняются медицинские стандарты, совершенствуется оборудование, но одно остается неизменно важным – местоположение здравпункта в центре завода, прямо на производственной площадке. Обратившемуся в считанные минуты окажут квалифицированную помощь. Своевременность особенно актуальна на этом производстве. Каждый медик знает, насколько сложными являются химические ожоги. Сегодня работников здравоохранения, заботящихся о здоровье азотовцев, наградили премиями. Отметили и строителей, преобразивших здравпункт. Сама реконструкция, закуп оборудования длилась практически год. За этот период было полностью реконструировано здание, под современные стандарты, под современные требования были подготовлены специалисты. Прошел ровно год с тех пор, как предприятие «Азот» вошло в состав холдинга СДС. Сегодня работники отмечают целый ряд изменений. На 10% повысили зарплату, пустили бесплатные служебные автобусы, на территории построили аптеку, магазин. Компании оплачивается питание, а также оздоровление сотрудников и их детей. На грядущий год запланированы и другие приятные для азотовцев нововведения. Елена Мешкова, Константин Червяков. Новости моего города.